Всем привет! Патна, город в северной части Индии, порт на реке Ганг, административный центр штата Бехар. Радожгриха и Паталипутра в IV веке до н.э. были крупнейшими городами Земли, и Патна оставалась крупнейшим городом Индостана и Ю. Азии до восхождения Виджая-Нагары в 15-е. Одно из старейших непрерывно обитаемых поселений в мире. Современная Патна расположена на южном берегу Ганга, несущем смешанные воды рек Хакхры, Сон и Гандак. Население составляет 2046652 жителя. На 2011 год. Протяженность города в длину 25 км, в ширину до 10 км. Развиты текстильные, пищевая промышленность, ремесла. Имеются университет и музей города. Древняя Патна, носившая название Паталипутра, столица империнандов, Маурьев, Шунгов и Гупта, была величественным городом и чудом того времени. Она была расположена у места слияния Ганга с Соной. Паталипутра была также знаменитым центром образования и изобразительных искусств. Ее население при Маурьях составляло около 400 тысяч человек. Буддистские, индуистские и джайнистские паломники стремились в Вайшале, Раджгир, Наланду, Бог Гаю и Павапури, находившиеся поблизости, и в саму Патну, также являвшуюся священным городом для сикхов. Здесь родился десятый и последний гуру сикхов Габинд Сингх. Она являлась идеальным перевалочным пунктом по пути в любое место в этом округе. Памятники древности в городе и вокруг него являются свидетелями его славного прошлого. Отдельно от звания столицы штата и его исторической значимости, город также является крупным образовательным и медицинским центром. Обнесенный стеной старый район, называемый местным населением Патна-Сити, является крупным торговым центром. В течение своего более чем двухтысячелетнего существования город был известен под различными названиями, Паталиграм, Патлепутра, Кусумбур, Пушпарура, Азимабад и современным Патна. Патна получила свое нынешнее имя во времена правления Шершаха, который похоронен в Сосараме, недалеко от Патны. Легенда приписывает основание Патны мифологическому королю Патраке, создавшему Патну при помощи магии для своей королевы Патали, которая дала ей ее древнее имя Паталиграмма. Говорится, что в честь первенца королевы город был назван Паталипутра. Окончание грамм переводится с санскрыта как деревня, а Путра означает сын. С точки зрения исторической науки, это может соответствовать предположению, что история Патны началась около 490 года до нашей эры, когда Аджитошатру, король Магадхи, пожелавший перенести столицу из холмистой местности Раджгрихья в стратегически более выгодную местность для соперничества со столицей республики Личхавов, Вайшаля. Он выбрал место на берегу Ганга и укрепил район. С того времени город не прерывал свою историю, рекорд на который претендует всего лишь несколько городов в мире. Будда Гаутама проезжал через это место в последние годы своей жизни и предсказал ему великое будущее, но в то же время предсказал и его гибель от наводнения, огня и войны. С возвышением империи Маурья в город становится местом силы и нервным центром индийского субконтинента. Находясь в Паталипутре император Чандрагубта Маурья, современник Александра Македонского, правил обширной империей, простиравшейся от Бенгальского залива до Афганистана. Ранне Мауринская Паталипутра была в основном построена из дерева. Император Ашока, внук Чандрагубты Маурья, преобразовал деревянную столицу в каменную примерно в 273 году до нашей эры. Китайский ученый Фасянь, посетивший Индию между 399 и 414 годами, дает яркое описание каменных построек в своих рассказах о путешествии. Мегасфен, греческий историк и посол при дворе Чандрагубты Маурья, дает первое письменное упоминание о Паталипутре. В своем труде Индика, он упоминает, что город Полиботро располагался у слияния рек Ганг и Оренновоса. Санабхадра равно Хираньего. И был 14 километров в длину и 2,82 километра в ширину. Гораздо позже, множество китайских путешественников пришли в Индию в погоне за знаниями и записали свои наблюдения о Паталипутре в путевых заметках, к ним же относился и китайский буддист Фасянь, посетивший Индию между 399 и 414 годами, и остававшийся там многие месяцы для перевода буддийских текстов. В последующие годы город видел много династий, управлявших из него индийским субконтинентом. Он видел правление империи Гупта и династии Пала. Тем не менее, с тех пор он больше никогда достигал такого расцвета, как при Маурьях. С распадом империи Гупта, Патна прошла через смутные времена. Бахтияр Халджи захватил Бехар в 12 веке и разрушил многие древние места учений, Патна потеряла свой авторитет политического и культурного центра Индии. Гуру Габинд Синх, 10-й гуру сикхов, родился в Патне Утега Бахадура, 9-го гуру сикхов, и его жены Мата Гужри. Место его рождения, Хармандир Сахиб, является одним из наиболее священных мест поклонения для сикхов. Период империи Великих Могулов был временем неприметного провинциального управления изделия. Наиболее заметный период в течение этого времени был во времена Шершаха, который восстановил Патну в середине XVI века. Он возвел крепости-поселения на берегах Ганга. Крепость Шершаха в Патне не сохранилась, за исключением мечети, построенной в афганском архитектурном стиле. Могульский император Акбар прибыл в Патну в 1547 году для свержения афганского правителя Дауда Хана. Визирь Акбара, официальный историк государства и автор Акбар Нами Абул Фазл отзывается от Патни как о процветающем центре по производству бумаги, каменотесной и стекольной промышленности. Он также упоминает высокое качество риса, известного в Европе как патанский рис или рис Патна. Могульский император Аурангзеп по просьбе любимого внука принца Мухаммада Азима переименовал Патну в Азимабад, 1704, когда Азим был в Патне наместником, Субедаром. Однако, мало что изменилось в этот период, кроме названия. С упадком империя моголов Патна перешла в руки Наваба в Бенгалии, при которых стала цветущим торговым центром, что давало правителям большие доходы от налогов. В 17 веке Патна стала центром международной торговли. Британцы основали в Патне фабрику ситца и шелка, 1620. Вскоре город стал центром торговли селитрой, побудив других европейцев. Французов, датчан, голландцев и португальцев, конкурировать в этом прибыльном бизнесе. Питер Манди, записал в 1632, что это величайший рынок восточного региона. После решающей битвы при Буксаре, 1765, Патна перешла в руки британской остынской компании, которая установила марионеточный парламент. Сменяли один другого неэффективные вице-короли, наиболее известен Рахул Гундержа Хараган. Патна продолжала оставаться центром торговли. В 1912 году Патна стала столицей провинции Ариса и Бехара, когда отделился Бенгальский округ. Вскоре стала важным и стратегическим центром. Множество впечатляющих строений были возведены британцами. Честь проектирования массивных и величественных зданий колониальной Патны досталась архитектору и Ф. Маннингс. Большинство из этих зданий отражали либо индо-сарацинское влияние. Музей, Патны и собрания штата. Либо явное влияние Ренессанса как Радж, Пхаван и Верховный суд. Некоторые здания, как главный почтовый офис и старый секретариат, несут на себе влияние псевдо-ренессанса. Можно сказать, что опыт, полученный при отстройке нового столичного района Патны, оказался весьма полезным при постройке имперской столицы в Нью-Деле. Ариса стала отдельной провинцией в 1935 году. Патна осталась столицей провинции Бихар под британским правлением. Патна осталась столицей штата Бихар и после обретения Индии независимости в 1947 году, хотя сам Бихар опять был разделен в 2000 году, когда Джаркхант стал самостоятельным штатом в Индийском Союзе. Патна располагается на южном берегу реки Ганг, по местному называемой Ганга. Город сильно вытянут вдоль реки и окружен реками с трех сторон, Гангом, Соном и Пумпаном. У северной оконечности Патны в Ганг впадает Гандок, делая ее местом стечения четырех больших рек. Историческая часть города на берегах Ганга названа именем принцессы Сарики, дочери короля Паталепутры. С очень древнего времени Патна имеет богатые социально-экономические связи. Патна в течение длительного времени является ведущим аграрным центром торговли, наиболее активно экспортирует зерно, тростниковый сахар, кунжут и среднезернистый патанский рисунок. Город является важным деловым центром в Восточной Индии. Патна и пригородные районы обеспечены превосходными агроклиматическими ресурсами и достижения зеленой революции включают более стары частям Патны для разработки в качестве лидирующего зернового рынка в штате Бихар и одного из самых больших в Восточной Индии. Патна, будучи столицей штата, с растущим средним доходом в категории домохозяйств, также появляется как большой и быстрорасширяющийся потребительский рынок, как для товаров повседневного спроса, так и для других товаров длительного пользования. Большая и растущая популяция и расширяющиеся границы города побуждают рост сферы услуг. Старые и принятые образовательные учреждения города имеют всегда делают вклад в Национальный фонд превосходных трудовых ресурсов. Финансовый экспресс сообщил 7 апреля 2008 года, что даже если Бихар имеет самый низкий доход на душу населения в стране равный РС 5,772 против средненационального в РС 22,946, некоторые из его южных районов гораздо богаче, чем северное. Это неравенство в штате четко отражено в последнем бихарском экономическом обзоре 2007-2008 годов. Обзор показывает, что Патна, Мангер и Бегусарай на юге Бихара, являются тремя самыми состоятельными округами из всех 38 округов, отмечается самый высокий воловой внутренний продукт штата на душу населения равный РС 31,441, РС 10,87 и РС 9,312, соответственно в 2004-2005 годах. Патна, как и большая часть Бихара, расположена в субтропической климатической зоне с жарким летом с конца марта до начала июня, сезоном мусонов с конца июня до конца сентября и мягкой зимой с ноября по февраль. Самая высока зарегистрированная температура 47 градусов, самая низкая – 1 градус и годовая сумма осадков 1000 миллиметров. Население Патны составляет по переписи 2011 года 2 миллиона 46 тысяч 652 человека. Плотность населения – 639 человек на КВ. КМ. На 1000 мужчин приходится 881 женщина. Общий процент грамотного населения – 84,05%, процент грамотных среди женщин – 80,18%. В Патне говорят на множестве языков. Официальным языком является хинди. Местный диалект называется Магахи, по древнему названию Бихара. Диалектами других регионов, которые широко используются в Патне, являются Ангика, Пхаджпуре и Мейтхиле. Также популярны бенгальский, Ория и английский. Хоть Патна и находится в округе Магадштата Бихар, родиной многих из ее жителей являются четыре других округа Бихара, Пхаджпур, Мейтхила, Вашжи и Анг, которые мало отличаются друг от друга. Браки между жителями разных округов и взаимное культурное смешивание множества людей из пяти округов настолько распространено, что посторонний с трудом сможет найти различия. Смешивание людей также распространено на уровне деревень. Местные жители довольно религиозны и ориентированы на семейные ценности. Их жизненные принципы глубоко укоренились в традиции. Интересы семьи главенствуют над интересами отдельных ее представителей. Как правило, семьи большие, хотя правительство поощряет семейное планирование для сдерживания стремительного роста населения. Расширенные семьи часто живут совместно в одном доме из соображений экономия. Хотя язык и культура быта в разных регионах одинаковы, местные диалекты немного отличаются. Много талантливых людей из Бихара эмигрируют за границу в поисках лучших возможностей. Большинство браков являются договорными, степень, на которую учитывается мнение ребенка, зависит от семьи. Бракосочетание является священным и продумывается для испытания временем до самой смерти. Свадьба является временем большого праздника, дорогостоящего и торжественного. Церемонии бракосочетания тщательно продумываются. Во многих церемониях жених и невеста обмениваются венками и обещаниями перед тем, как обойти вокруг огня семь раз для вступления в брак. Честью любой церемонии являются яркая одежда, драгоценности и цветы. Родители невесты могут давать с ней приданное, например, деньги или землю, хотя подобная практика незаконна. Этот обычай называется тилок. Большинство браков заключается внутри каст. Традиции бракосочетания меняются по мере того, как культура становится более прогрессивной. Теперь люди бракосочетаются с людьми различных культур и каст, так же как и все больше и больше женщин получают профессию. Основным блюдом является хичди, суп с рисом и чечевицей, приправленный специями и подаваемый с такими сопутствующими продуктами, как творог, чатни, соленья, папац, ги и чаха. Картофельное пюре с мелко покрошенным луком и зеленым индийским перцем чили. Составляет обед большинства патней ЦФ по субботам. Патна также известна сладкими лакомствами из центральной части Бехара, городков по соседству с Патной. Потомки исконно поварских семей переехали в Патну и теперь настоящие аутентичные деликатесы, доступные в самом городе. В отличие от бенгальских сладостей, которые пропитаны сахарным сиропом и, следовательно, влажные, сладости из Патны и Бехара обычно сухие. Манго из дикхи очень вкусны и знамениты. Пуа, приготовляется из смеси просеянной пшеничной муки, молока, топленое масло, сахара, сухих фруктов и меда. Пита готовится на пару, молотый рис с земляным горошком или хоя. Тилкут, известный из буддийской литературы как палала, готовится из толченой тивы или семян кунжута и джагюри или сахара. Чевра, дробленый рис, подаваемый под слоем сметанообразного творога с сахаром или джагюри. Махана готовится из семян лотоса, готовится с молоком и сахаром. Сату, молотые запеченные бобы, обладает высокой энергетической ценностью. Подается с водой или молоком. Иногда сату смешивают со специями. Поход за покупками, одно из любимейших развлечений Патни и ЦФ. В Патне множество торговых комплексов, МП. Центр комплекс Махараджа Камешвар, Верма Центр, Кухария и рынок Хайтан. Район Маурья один из старейших и крупнейших торговых районов Патны. Рынки Патна и Хатва также достаточно знаменитые в городе место для совершения покупок. Всем пока. Пишите комментарии. Читайте комментарии. Интересные люди расскажут интересные истории. Всем хорошего настроения. Удачи!